Продолжим уроки профессионального изучения объектно-ориентированного программирования Python. Потом это можно переложить на любые языки, когда гарантирован результат. Тем не менее, тема называется «Бесполезно изучать ООП Python, если не знать этого». Это правда. Вот парень пишет, я этого парня знаю, он очень много хорошего делает. Много Пауктаев сделал, в общем, программист. Но тем не менее, опытный программист, да, статья обновлена в 22-м году, пишет. «Как оказалось, мы оба были неправы. Реальный ответ заключался в понимании различия между атрибутами экземпляра и атрибутами класса». Откроем код. Что вы здесь видите? Вы везде видите точки, точки, точки. То есть, все есть атрибуты. Кроме атрибутов здесь практически мало. Везде точка, то есть, когда атрибут, да, будем считать так, как считает Гвида вам, росом, что атрибутом, он считает все, что получается через точку. У меня к вам сейчас вопрос. А вы видите в коде, что относится к атрибуту класса и так далее? Что относится к атрибуту экземпляра класса? И почему? И как это выглядит? А вы изучаете ООП? Вопрос. А что вы там изучаете? Если вы не можете прочитать элементарных вещей, что вы изучаете? Откроем вот тога, продукт, да. В принципе, действия с атрибутами класса не так-то сложно выявить. Ввели метод get.tr. Увидели, взяли джанго-реквест, тоже сделали, да. То есть, чего-то уже видим. Скажите, пожалуйста, ребят, каков ваш план изучения объектно-ориентированного программирования? В любых языках абсолютно. Вы знаете, я отвечу вам на вопрос. Да никакого плана у вас нет. Кроме того, что вы открыли какой-то учебник, чего-то там прочитали про, например, там, класс, про наследование, сделали три операции, и потом говорим, а мы же не понимаем код. Если это не так, то открываем исходники, либо мы их читаем, либо не читаем. Третьего здесь не дано. Если мы их не читаем, значит, мы просто ни хрена не понимаем. Вот и все. А что делать, чтобы понимать? Вы как раз сейчас, если смотрите видео, то в этом плейлисте, да, я просто записываю серию видео, бесплатных пока, да, несколько. Итак, для того, чтобы изучать ООП, надо понимать, с чего это начать. Я это видео решил сделать еще бесплатно, натолкнуть, чтобы большая часть людей не было в темноте. Если человек, который вам показывал опытный программист, берет на себя такой вот, не боится, да, признается, что оказывается, я уже больше 10 лет работаю с программированием и совершенно не знаю все об атрибутах. Но он-то выкрутится, почему он с включениями разберется, выкрутится. Вопрос в другом, что многие из ребят, о них никогда не будут знать. Никогда. Вот я давал задание, парень его сделал неплохо, да, с одной стороны. Вроде он много написал по атрибутам, да, все хорошо. Но нет точки сборки, нет то, с чего надо начать, без чего ООП никогда не станет. А не станет ООП без первого, пока мы не начнем понимать разницу между атрибутом класса и атрибутом экземпляра класса. Ничего не будет происходить, потому что именно отсюда ноги растут в том, в применении, именно отсюда ноги растут в методах, именно отсюда ноги растут в пространствах имен, то есть все это становится потом автоматом. Денис, вот сделаем, назовем парню так, он по неопытности, да, ему задание было все-таки поработать с атрибутами. Он постарался вытянуть все, что он понимает. Но я бы хотел еще видеть все-таки, а что из этого можно извлечь, понимаете? Пока у него получилось просто собрать некие знания, которые абсолютно ни к чему не применимы. Прочитал и забыл. А так дело не пойдет, так не получится ничего. Поэтому давайте немножко тормознем и разберем один маленький фрагмент. Сначала Денис делал, я давал задание «Общий план объектно-ориентированного программирования», чтобы человек как-то познакомился. Потом я его натолкнул именно на атрибуты, да. Он попытался собрать все, что касается атрибутов. Теперь важно сделать самый главный первый шаг. Так, определить, а с чего же начать. Вот что нам надо действительно понять хорошо. Первым образом, чтобы дальше в объектно-ориентированном программировании путь был открыт, зеленый. И мы могли рассчитывать на дальнейшее понимание. Я сделал короткий план, когда прочитал, да, решил помочь ребятам школы и Денису, и сделал такой план. Итак, давайте мы просто подумаем логически. С составлением плана, как такового, по атрибутам был Денис справился, да, но написал все до кучи. Нет вывода. Начать надо вот с этого. Дальше. Понятно, что если нет вывода, значит, не на чем остановить внимание и нет корня, да. Итак, сначала давайте поймем, что нам надо, с чем мы должны разобраться. Если мы открываем код и видим везде точки, зачем-то они здесь стоят, это все работает с атрибутами. Любой код открывайте, везде атрибуты. И дальше, что у большинства, сразу все расплылось. Почему? А знаний-то нет. Знаний нет. Давайте их поймем, как приобрести. Читаем дальше. Для того, чтобы нам делать какие-то выводы при чтении кода, а вы не забыли, что спрашиваешь, постоянно спрашивая людей, читаете код? То есть в исходниках бываете? Нет, не бывают. Там ничего не понятно. А чем мы тогда занимаемся, ребята? Мы решаем примеры, но не путайте это с программированием. Я написал специально несколько видео, крутой Python, да. Это надо на него посмотреть хотя бы, что такое крутой код, а потом подтягиваться. И это надо делать сразу, с первых шагов. Потому что решать задачу, а потом спрашивать, почему у меня не получается стать программистом, ну, это вполне очевидно. Заниматься, занять себя чем-то в программировании для общего развития, это одно дело. желание стать программистом, это четкое понимание, что изучать. Ведь какая мечта новичка? Сказал бы мне, кто что делает? Так вот я вам и рассказываю сейчас. Потому что многие из вас, я процентов на 200 уверен, что уже изучили ОУП, а писать нифига не получается. И ничего не понимаем, откроем исходники. А почему не понимаем? А потому что то, что надо было изучить, не изучили сразу, да? Ну что ж. Итак. Мы не можем понять, почему и где используются атрибуты экземпляра и атрибуты класса, да? По одной простой причине. Чтобы это понять, сначала надо, наверное, понять разницу между атрибутом класса и атрибутом экземпляра класса. Стоп. Вот здесь стоп. Мало понять. Ее надо читать. Ее надо видеть в каждом исходном коде. Когда мы это знаем, мы ее начинаем видеть. Это раз. Эти различия должны считываться моментально, как параметры функций. Иными словами, если мы подходим к ОУП, а в ОУП используется постоянно фраза такая, как функциональный объект, это вроде не функция, но работает, это я говорю конкретно о Пайтоне, да? Но работает по принципу функции, да? То есть не применяется функция, а применяется в учебнике того же Гвидова Мросума, да? Такая вещь, как функциональный объект. Иными словами, функции должны отлетать, то, что я в школе постоянно требую, говорю ребятам, да? Пришел, сначала наводим порядок с функцией. Как правило, человек уже начинает писать. Сразу, да? Начинает писать, но потом подходим к ОУП, и опять что? Забор. Правильно. Почему? Потому что начинаем изучать все подряд, кроме того, что, а что же нужно? Ну, давайте дальше. Вот берем Джанго код, да? Ну, вот скажите, сложный код? Вы скажете, да, сложный. Но он очевидный. Он очевидный. Код очевидный. То есть, в данном случае применяется метод getAttr, да? То есть, четко можно понять, что идет речь о обращении к атрибуту класса. С целью. Если сопоставить эти знания с методом deep copy, то есть, глубокое копирование, то все становится понятно. Скопировать не только операции, которые проводятся, а то, что и ниже, из чего они состоят. То есть, дойдет аж до словарей. То есть, если мы попытаемся разбираться с ООП с другого момента какого-то там снаследования, с простого обычного понимания вот это экземпляр и на этом заканчиваем, то в принципе просто о проработке методов, да, для чего применяются вот эти же методы, это когда я рассказывал пишите код так и вам не найдут замену, именно об этом я рассказывал, есть у меня видео, да, об этом, о таких моментах. когда мы можем понимать для чего применяется, охарактеризовать сам метод и вывести для себя грубо, как я называю, это не шаблон, это полуфабрикат, я могу применять там-то и там-то. Ну, чтобы это начало хоть минимально пониматься, сначала нам надо везде азы, это разница между атрибутом класса и атрибутом экземпляра. На самом деле Денис только начинает делать шаги в этом направлении, потому что вот когда поставили вот на эти рельсы, теперь он для себя выявит, оказывается, доступность разная с методом, методом, разное использование, разное пространство имен, он выявит, что оказывается при одинаковых именах совершенно будет вызов предпочтения отдаваться чему-то одному, я не называю сейчас, чтобы это все он сам сделал, а другому, тогда мы получаем готовые ответы, а где используются атрибуты класса, а где атрибуты экземпляра класса, а почему именно так, все эти ответы сразу они лезут наружу, то есть на что я вас настраиваю, я настраиваю на то, что вы просто становитесь на этот угол зрения и смотрите с стороны атрибутов, очевидно, то есть вот после вот этого понимания оказывается вот анализ выбора 12-15 ситуаций применения, во-первых, уже начнет немножко по-другому восприниматься любой исходный код, во-вторых, это начнет происходить, и дальше, пожалуйста, изучайте ООП абсолютно в любом порядке, хотя есть еще несколько вещей, которые я бы порекомендовал, но сейчас пока остановлюсь. Метод изучения идет только через исключение. Вот как нельзя делать? Ну вот парень, да, он новенький, прислал задание, да, и здесь три строчки кода, и одно исключение. Это метод изучения? Нет. разве можно понять исключение и работу на одном исключении? Ребят, но получите вы хотя бы с десяток. Ведь понять надо очень простое, что исключение это и есть метод изучения языка. А как у большинства людей получается? Глаза по пять копеек или по пятьдесят там, или по рублю, да, и все, побежали в гугл, у меня исключение. А это что? Не помощник? Помощник. Ну, так надо с ними работать. Именно так это и есть метод изучения. И если мы начнем изучать данный метод применять к пониманию разницы через исключения, тогда тут начнет доходить поведение и связь с исключениями, все это становится совершенно очевидным. Далее я Дениса перед этим немножко натолкнул. Давайте почитаем. А вы вот подумайте, ребят, смотрите, как интересно получается, то знаний точно не будет хватать. Да? так, смотрите, вот я хотел, чтобы у Дениса начался процесс, то есть вот это, то, что он пока делает, это уже неплохо, да? Он начал собирать работу с атрибутами, то есть все знания, но в данном случае в чем заключается ошибка. Эти все знания просто являются словами, ни более, ни менее. Иными словами они точно забудутся. Все. То есть вынести с этого ничего нельзя. Общие вот эти слова ни к чему. Надо то, от чего растут ноги. И чтобы он понял, что это важно, я ему дал следующие примеры. вот возьмем строка 56, да? Например, чтоб он подумал. Вот у нас есть класс, да? Стоп. Я то дал или нет? Ага. То, то. секунду. Я не зря задал Денису этот вопрос. Давайте посмотрим, откуда ноги растут. Это Джанго Хэндлс. И это ВСГИ. Строка 56 наследуется HTTP реквест. Да? При этом при этом смотрите, что происходит дальше. А дальше я спрашиваю, а вот модели сделаны, что здесь мы получаем, допустим, как экземпляры. Почему? А почему здесь нет? А вот ВРЛ тоже сделано вьюха, что мы получаем экземпляры. То есть это надо подумать, да? Я здесь привел пример. Да? Ты знаешь, вот один человек говорит, у меня не заводится машина. Не знаешь чего? Ну, в принципе, всякое может быть. Вот большинство людей изучают ООП так. Вот я задал конкретные вопросы. Почему же здесь наследование от класса, а здесь создание экземпляров? Здесь создание экземпляров. То есть Жанго использует разные методы. Я взял Жанго, можно взять любую библиотеку. Дело не в этом. Дело в том, что откуда ноги растут. Ну, и человек спрашивает, ты можешь посмотреть? Так я ничего не понимаю. А что делать? Наверное, нужно найти того, кто понимает. Пришел тот, кто понимает, повернул ключ зажигания, ничего не происходит. Сразу выдал либо клеммы, либо стартер, либо аккумулятор, либо проводка, ну и так далее. то есть тот, кто понимал двигатели, знал причину и сразу область применения. Тогда вопрос. Ребят, может и нам надо сначала знать область применения, а вопрос у вас с чего? Ну, правильно, мы же заняты изучением ООП. Открыли, изучаем, наследуем. Наследование, вот что-то наследуем, что-то там, открываем исходный код и нифига там не понимаем. Так может надо все-таки поступить так, как поступил бы профессионал, да, он четко знал причины, которые должны быть, то есть следствие причин. Поэтому и вам, и нам всем, да, необходимо что знать? Сразу знать следствие. Почему это происходит? Ну, чтобы знать эти следствия, надо, наверное, их сначала понимать. Откуда взять это понимание? Вообще, вот сейчас повторяю еще такую фразу, да, вот, ребят, смотрите, какой вопрос, еще раз повторяю, новичка главный. Вот если бы мне сказал, что делать, так я вот говорю прямым текстом, да, а вы начинаете анализировать. Если вы пришли, а на курсе, там, у вас два часа, там, отдано атрибутам, да, скажите, пожалуйста, за два часа вы сможете понять, что такое атрибуты, чем отличаются атрибуты класса от атрибута экземпляров, доработать практически опыт, с чем это применять, как это выглядит, в каких ситуациях. нет. Я вам скажу больше, ребят, что дальнейшее прохождение объектно-ориентирования программирования просто потеря времени. Ну, что здесь трудного? Ну, откройте любой файл. Везде точки, везде все построено на точках, то есть точка после точки идет атрибут, да, после любой точки. Тогда что мы делаем в программировании? Что вы делаете в этом ВОП? Если вы не можете выстроить никакую логическую осмысленную модель, потому что вы не понимаете от чего выстраивать. Аксиома. Если мы не понимаем разницу между атрибутами класса, атрибутами экземпляра, дальше ВОП. ничего ничего не откроется. Вообще ничего не будет. Дальше бесполезно изучать. Единственное, что вы не изучаете, это куча мусора в голове, а потом будете удивляться. А я не понимаю, не могу писать. Скажите, пожалуйста, а по методу Бувсуновского можно любого человека научить писать? И я это сказал, только возможно вы что? Прослушали. А что вы прослушали? А я вам расскажу. вот в этом сообщении ниже я вам говорил. Итак, сначала обязательный минимум кровосносу, профессиональное владение функциями. иными словами мы открыли, здесь у нас не функции, здесь методы, но все это вы уже считываете. То есть параметры. Мы говорили много видео в школе, поэтому здесь не буду заострять внимание. Кто начал с этого видео, начните смотреть другие видео, и будет вот такая вот ссылочка видео крутой Python, и посмотрите в описании, здесь много видео реальных историй ребят, они все пишут, но мне хочется, чтобы они писали профессионально. Итак, так вот этот пункт, он важен. Иными словами, вот здесь написано, различия должны считываться моментально, как параметры функции, а вы параметры функции считываете вообще, если нет, то дело плохо, значит, надо начинать немножко раньше, в ООП вам пока нечего делать. Иными словами, параметры, различия между атрибутами класса и экземпляра должны не просто пониматься, их надо просто уделить время столько, сколько надо. Кому-то надо две недели, кому-то неделя, кому-то месяц, но именно это и есть, вы меня слышите, это и есть скорость вашего развития в ОВП. Не от того, что вы за вечер там открыли учебник какой-то, прочитали вот это вот наследование, вот это то, вот это то, описать код, а это не ко мне, я ж не знаю как. Именно на эту маленькую тему должно быть, должно уйти время. Дальше что пишем. Зачем изучать, отвечаем, ведь мы будем сегодня слушать курсы, вот это атрибуты они делают, а зачем? А хрен его знает, так не должно быть, ребята. Нам надо разобраться с конкретным применением атрибутов класса, атрибутов экземпляра класса. Скажите мне, а как можно разобраться с их конкретным применением, да, если если мы если если мы вообще не знаем какая между ними разница. Ну как можно разобраться с применением? Что мы будем смотреть в этот код? Что мы здесь будем понимать? если мы не понимаем разницу, хотя очевидно, да, понятно, что метод get-a-t-tr имеет отношение к получению чего-то с класса, да, чего сами разберетесь дальше, да, тогда дальше отвечаем. Наверное, когда мы разберемся в чем разница, если мы уже определили зачем наконец-то, то как раз-таки вот это считывание начнет происходить уже, да, мы начнем видеть, а что мы должны начать видеть? А типа этого должны видеть. То есть по крайней мере должно быть однозначное понимание метод ссылка, метод функция. При этом, допустим, в этом учебнике все есть. Этот учебник составлял Квидо Ван Росум, да, то есть он и написал, да, только очень коротко, что является это не одно и то же. Хорошо. Если мы уделили время один вечер, ну, разобрались, вот там, сделали какой-то код, разобрались, скажите, пожалуйста, можем и просто, а у нас нет ни одного исключения. Вот поработали. Вопрос. Выброшенное время. Лучше бы вы на рыбалку сходили, потому что все, что вы проработали без исключения, оно никому не нужно. Это все забудется. Что надо дорабатывать? Исключения, именно они определяют поведение. Ведь исключений не так много на самом деле. И как бы мы не работали с языком, сталкиваемся с ними с одними и теми же. Допустим, в параметрах функции будет в основном большинство там, ну, два-три исключения основных, которые получаем. Либо не все аргументы передали, либо больше передали. Все! Как правило, больше там исключений в большинстве мы не получаем. если вы думаете, что не так просто, это так просто, то скажите спасибо, что натолкнулись на видео Балсуновского, потому что ходили как баран по этой сети в течение десяти лет, а потом я не пишу, я не пишу, а что я не пишу, потому что я дурак, да не дурак, не дурак, потому что просто не знал, тебе не сказали, откуда ноги растут. Вот что делает большинство, то, что и делал Денис, хотя Денису я сказал, работай с атрибутами, работай с атрибутами, да, накопал, да, накопал, все здорово, а вывод где? Нет вывода, откуда брать начало? брать начало надо с того, о чем мы говорили. Продолжаем тот пример, который раньше рассматривали, да, только вернемся к началу еще раз, да, посмотрим, строка пятьдесят шесть, нет, какая здесь строка, пятьдесят шесть, вернемся, да, наследование от класса, да, сделано, вопрос, почему дальше, говорю еще раз, модели сделаны как экземпляры, в URL тоже как экземпляр, дальше думаем, вот это видео будет, видео крутой пай, где мы рассматриваем кусочек кода тога, чтобы посмотреть, что такое профессиональный код, теперь смотрим строку двадцать седьмую, строка двадцать седьмую, тот файл, который я, как правило, даю описывать файл человека, и видно сразу уровень человека, что мы здесь видим, видим наш класс и mutable z, да, то есть мы его импортировали, сейчас посмотрим, а в опишке мы видим создание окна, мы как раз в этом видео в четвертом все это рассматривали, поэтому я вам говорю, что поймете, если проделаете уроки, вот оно, да, создание, опять же мы видим, это атрибут, от виндов атрибут, плюс равно, а вот в самом коде, в самом коде, в самом коде, что происходит, вот здесь мы добавляем окошко, да, это вот код, да, мы ради этого куска кода и создавали окошко, да, не изменяется размер, а вот здесь мы видим вот этот атрибут, и применение плюс равно, да, то есть что говорит нам об этом, нам говорит об этом, что мы в данный момент конкретный применяем вот этот метод иат, но ведь это банально просто, просто, когда знаешь, и когда мы это понимаем, то нам вполне понятно, мы написали переменную и опять атрибуты, да, видите, переменную, где указали, что размер окна не изменяется, проверяем, создать окно, а изменить размер не может, но что делает тот метод называется сложение на месте, да, то есть иными словами, то, что присваивается, присваивается левому операнту, иными словами, ап Windows получила поведение вот этой переменной. Вот, не изменяется размер вот этого строка. Так вот, ребята, к чему я это вам рассказывал? А вот это все понимание, оно приходит после того, как мы вообще разобрались с атрибутами, какие они бывают, и это уже применение, и оно очевидное, тут же ничего сложного нет, если поступить правильно. Поэтому я Денису сказал, подумайте над этим, видите, какое задание, то есть, как все закручено, и чтобы вот это начать видеть, я ему сказал, надо работать и с исходниками, и писать реальный код, тогда все станет на место, то есть, по библиотеке, как мы делали в этом видео, то есть, рассматривали, брали класс, и рассматривали, как он, только не этот, да, как он работает. Но заметьте, какую логику я вам привел в конце. процентов 99,9 новичков знают об атрибутах или о экземпляре, о атрибутах вообще ничего, скорее всего, не знают, знают, что есть какие-то атрибуты. ну, типа этого, да, то есть, видно, человек, который писал, он понимает, но вопрос, тот человек, который будет читать, он не будет знать, а зачем это все делалось. По сути дела, единственное, что большинство знает, это, что есть экземпляр, и есть некие атрибуты, но там все. Заканчивая, скажу, запомните простую вещь. Для того, чтобы пошло все нормально дальше, надо поработать столько времени, сколько нужно с атрибутами класса и атрибутами экземпляра, потому что они вас выведут на такое ведение, которое вам не яснилось в процессе. Но самое важное, не терять в начале именно этот упор. Добейтесь того, чтобы вы их видели и разницу видели, не просто видели, а ориентировались по исключениям. Тогда дальше все пойдет как по маслу. И оказывается, ООП там никакого-то сложности нет. В чем же сложность ООП или вообще программирование? А в том, что надо изучать особым образом, что и делается в школе Бовсуновского. Кому сложно дается, приходите spb-retout.ru Будем работать. Все. Спасибо за доверие. Видео такое общее, просто, чтобы натолкнуть на мысль. В принципе, для ребят вкупы.